Президент Украины Владимир Зеленский поблагодарил литовцев, немцев и датчан за вклад их стран в поддержку Украины. Видеозапись с обращением президент опубликовал в своем твиттере. Обращение к литовцам состоялось вечером 24 февраля, когда в Литве завершили кампанию сбора средств на радиолокационные станции для Украины с результатом 14 миллионов евро. Зеленский тогда выступал в эфире специального телемарафона рядом с топ-чиновниками Литвы. В обращении к литовцам президент вспомнил, что Украину и Литву объединяет долгая общая история и оба народа хорошо знают, что такое борьба за свободу. Он выразил благодарное за то, что Литва делает действительно все для поддержки Украины, чтобы этим шансом воспользоваться, а Украина об этом никогда не забудет. «Верю, что именно в этом году мы можем добавить в нашу с вами историю еще один элемент – нашу общую победу в войне против общего врага», – сказал Владимир Зеленский. Президент упомянул также о предложении Украины «Формулу мира», где речь идет о механизмах для предотвращения новой агрессии России. Обращение Зеленского в Германии транслировалось перед топ-чиновниками во дворце Бельвю, официальной резиденцией президента ФРГ. Владимир Зеленский напомнил о выводах с первого года агрессии, о том, что существенная архитектура безопасности и экономическое сотрудничество оказалось не способным сдерживать российские танки, но Европе и всему свободному миру удалось объединиться в поддержку Украины и общих ценностей. Мы способны завершить российскую агрессию уже в этом году. Народ Германии – сейчас время, когда нашей смелостью и нашим оружием можно вернуть мир и создать исторически важный предохранитель для новых агрессий. «Никто больше не решится на агрессию против другого народа, когда будет знать, что свободный мир защитит этот народ, и когда будет знать, что на всей территории Украины не осталось ни одного оккупанта. Мы можем это обеспечить вместе», – подчеркнул Зеленский и поблагодарил Германию за всю оказанную помощь. В данные обращения Зеленского, похоже, транслировали перед людьми, вышедших на акцию солидарности с Украиной в центре столицы. «Благодарю вас за то, что вы понимаете, что свобода не может быть только мечтой, она должна быть действиями на защиту жизни людей, правил и уважения, праведливости и безопасности. Народ Дании, спасибо за ваши действия, за оружие, которое помогает нашей обороне, за политику, которая помогает изолировать агрессора, за готовность присоединиться к нашему восстановлению после боевых действий и за веру в то, что проект объединенной и свободной Европы не может стать совершенно без полноправной интеграции Украины», – отметил президент Украины. «Действительно, поддержка этих стран безумна со дня полномасштабного вторжения. Мировые лидеры к радости Украины продолжают помогать оружием, и мы надеемся, что поддержка будет только расти с каждым днем, ведь весь мир имеет общую цель – уничтожить врага и выгнать его из украинских земель».